Модуль учет нематериальных активов и расходов на неокр. В этом модуле мы вначале поговорим о сущностях этих нематериальных активов и расходов на неокр. Также рассмотрим возможности УПП в части учета этих объектов. Поговорим о учете затрат, формировании первоначальной стоимости, принятии к учету амортизации в обытии этих объектов. Теперь давайте поговорим о оценке нематериальных активов. Первоначальная оценка нематериальных активов. Нематериальные активы принимаются к учету по фактической или первоначальной стоимости. Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов признают сумму, уплачиваемую продавцу, таможенные пошлины и таможенные сборы, невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива, вознаграждение, уплачиваемое посреднической организацией и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив. Также фактическими расходами на приобретение признаются суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива, иные расходы непосредственно связаны с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. При создании нематериальных активов к расходам также относят суммы, уплачиваемые сторонним организациям за выполненные работы или оказанные услуги, расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива, расходы на содержание и эксплуатацию, амортизацию основных средств и иного имущества, использованных непосредственно при создании нематериального актива, Иные расходы непосредственно связаны с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. Изменение фактической или первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценивания нематериальных активов. Переоценка. Организация может не чаще одного раза в год, на начало отчетного года, переоценивать группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно под данным активного рынка указанных нематериальных активов. При принятии решения о переоценке нематериальных активов следует учитывать, что в последующем данные активы должны переоцениваться регулярно, не чаще одного раза в год. Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной стоимости. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерского баланса предыдущего отчетного года, но раскрываются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года. Дооценка. Если по объекту ранее не было уценки, то сумма дооценки зачисляется в добавочный капитал организации. Если ранее была уценка, то сумма дооценки, равная сумме его уценки, ранее отнесенной на счета учета нераспределенной прибыли или непокрытого убытка, зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли непокрытого убытка. Уценка. Учет затрат на формирование первоначальной стоимости нематериальных активов ведется на счете 0,8-0,5 приобретения нематериальных активов. После принятия к учету нематериальные активы учитываются на счете 0,4-0,1 нематериальные активы организации. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. На балансе нематериальные активы учитываются по остаточной стоимости, которая определяется как разница между первоначальной или переоцененной стоимостью и накопленной амортизацией. Аналитический учет наличия и движения нематериальных активов в бухгалтерии ведется по карточкам учета НМА форма номер НМА-1. В налоговом учете нематериальных активов могут применяться регистры для учета приобретения формирования стоимости и начисления амортизации нематериальных активов. Если отсутствует объект нематериальных активов, по которым есть различия по составу объектов и порядку начисления амортизации, то достаточно использовать карточку по форме номер НМА-1 для цели как бухгалтерского, так и налогового учета. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и технологические работы, сокращенно НЕОКР, это совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии. В бухгалтерском учете НЕОКР признаются при наличии следующих условий. Их всего 4, но они должны выполняться одновременно. 1. Сумма расхода может быть определена и подтверждена на проведении НЕОКР. 2. Имеется документальное подтверждение выполнения работ. 3. Использование результатов работ для производственных и или управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод, дохода. 4. Использование результатов НЕОКР может быть продемонстрировано. 5. По способу учета затрат НЕОКР учитывается раздельно по двум группам. 6. Текущие и капитальные. 7. Текущий НЕОКР – это обычная деятельность научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских бюро. 7. Затраты по ним в бухгалтерском учете отражаются по дебету счета 20 основное производство, а после того, как специальная комиссия осуществит приемку законченных НЕОКР, затраты переводятся в дебет счета 43 готовая продукция, а если работы выполнены по заказу сторонних организаций, то при сдаче работ заказчику по акту их стоимость списывается на счет 90 продажи. 7. В этом модуле мы не будем говорить о учете текущих НЕОКР. 8. В УПП все, что относится к затратам по таким НЕОКР, отражается документами под системой управления производством и абсолютно никакой разницы с выпуском продукции или работ других нет. То есть все ровно так же, как и во всех остальных производственных операциях отражается. 9. Капитальный НЕОКР. Капитальный НЕОКР представляет собой вложение в долгосрочные активы. Эти НЕОКР имеют самостоятельное значение и могут осуществляться как в специализированных НИИ и ОКБ, так и в любых других коммерческих предприятиях, не относящихся к сфере науки и научных технологий. 10. Капитальный НЕОКР делится на НЕОКР, которые не относятся к категории нематериальных активов или относятся к ним, но их правовая охрана не оформлена соответствующим образом. И вот к таким НЕОКР применяется ПБУ-1702. Вторая разновидность капитальных НЕОКР – это НЕОКР, которые зарегистрированы государственными органами соответствующим образом и относятся к нематериальным активам. И бухгалтерский учет таких НЕОКР ведется в соответствии с ПБУ-учет нематериальных активов, то есть ПБУ-1407. С точки зрения УПП, в общем-то, разницы никакой нет между НЕОКР и НМА. Отражаются, в общем-то, все операции одними и теми же документами. Каких-то отличий, по сути дела, нет. ПБУ-1702 не применяется в отношении незаконченных НЕОКР. К работам, результаты которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов, не применяется в отношении расходов организации на освоение природных ресурсов, на подготовку и освоение производства новых организаций, цехов, агрегатов, пусковые расходы, на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для серийного и массового производства, на улучшение качества продукции, изменение дизайна и других эксплуатационных свойств продукции, осуществленных в ходе производственного или технологического процесса. К расходам по НЕОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением этих работ. Стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций, используемых при выполнении указанных работ, затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при выполнении указанных работ, отчисления на социальные нужды, стоимость спецоборудования и спецоснастки, предназначенных для использования в качестве объектов, испытаний и исследований, амортизация объектов, основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении указанных работ, затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок, сооружений, других объектов, основных средств и иного имущества, прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НЕОКР, включая расходы по проведению испытаний. Расходы на НЕОКР признаются в качестве вложения во внеоборотные активы. Они отражаются по дебету счета 0808, выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Введение аналитического учета по этому счету 0808 осуществляется по видам выполняемых НЕОКР, по договорам или заказам на выполнение НЕОКР. После принятия к учету расходы НЕОКР учитываются на счете 0402, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. В ОПП информация о нематериальных активах и НЕОКР учитывается в справочнике нематериальные активы и расходы на НЕОКР. Давайте посмотрим, что собой представляет этот справочник. В ОПП нет специального интерфейса для работ с объектами НЕОКР. В ОПП объекты, вот эти объекты, нематериальные активы и расходы на НЕОКР, учитываются только в регламентированных видах учета. Управленческий учет с этими объектами дело не имеет совершенно. И мы можем найти документы и справочники по нематериальным активам и расходам на НЕОКР в полном интерфейсе. В пункт меню документы, например, нематериальные активы. Или в интерфейсе бухгалтерский налоговый учет. Здесь в справочниках мы можем найти справочник нематериальные активы и расходы на НЕОКР. И в документах тоже перечень документов, которые относятся к нематериальным активам и расходам на НЕОКР. Сейчас в интерфейсе бухгалтерский налоговый учет, пункт меню справочники, основные средства и нематериальные активы. И здесь единственный справочник, который нам сейчас нужен, нематериальные активы и расходы на НЕОКР. Справочник нематериальные активы расхода на неокр иерархический. То есть мы можем создавать здесь папки. Например, вот в этой папке у меня будут нематериальные активы, а в следующей расходы на неокр. Совершенно такое условное разделение, просто чтобы продемонстрировать, что есть такая возможность. Что собой представляет элемент справочника нематериальные активы расхода на неокр? Я сейчас создаю новый элемент справочника. По сравнению со справочником основные средства, конечно, здесь информации всего ничего. Наименование, полное наименование, прочие сведения, некие произвольные комментарии, свойства и категории, такие дополнительные разрезы, аналитики учета нематериальных активов расходов на неокр. Вид объекта учета может быть нематериальный актив или расходы на неокр. В варианте, если выбран нематериальный актив, мы также заполняем вид нематериального актива. И амортизационную группу. В случае, если вид объекта учета расходы на неокр, то, собственно, больше ничего мы и не заполняем. Давайте я сейчас создам новый элемент справочника, нематериальный актив. Предположим, это будет торговый знак. Вид нематериального актива. В моем случае, это исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания. Амортизационная группа. Пускай будет 7-10 лет. Можно на закладочке прочее какую-то дополнительную информацию прописать, но я сейчас это делать не буду. Вот, собственно, что собой представляет элемент справочника нематериальные активы расхода на неокр. Давайте я его помещу в группу NMR. Ну, а чтобы описать расход на неокр, кроме наименования прочего наименования и некой дополнительной информации на закладке прочее, больше ничего не нужно. Предположим, у нас какая-нибудь опытная модель. Так это двусмысленно звучит. Пускай будет опытный образец. Вот такой вот расход на неокр. Я в папочку неокр помещаю этот опытный образец. Вот у нас два элемента справочника сейчас появилось. Итак, в справочнике нематериальные активы и расходы на неокр мы указываем наименование, полное наименование, вид объекта учета, нематериальный актив или расходы на неокр, вид NMR и амортизационную группу только для нематериальных активов мы указываем, ну, некие прочие сведения. Также свойства и категории, ну, это, в общем, как и в других справочниках, такая вот обычная возможность. Варианты поступления нематериальных активов в организацию следующие. Нематериальные активы могут быть приобретены за плату, они могут быть созданы собственными силами или с привлечением сторонних исполнителей. Нематериальные активы могут быть внесены на счет вклада в уставный капитал, получены на безвозмездной основе, приобретены по договору Мены. При покупке нематериальных активов основанием для записи на счетах служат наличные первичные документы, полученные от поставщика. Договор, накладная, счет, фактура. Расходы на приобретение и доведение объекта до состояния пригодного до эксплуатации отражаются на счете 0805. Это и начисление поставщикам, и оплата за сопутствующие услуги, невозмещаемые аналогии и так далее. В УПП приобретение нематериальных активов фиксируется документом поступления НМА. Этот документ проводится только в бухгалтерском и налоговом учете. В управленческом учете такой сущности, как нематериальные активы или расходы на НЕКР, нет. И поэтому документ поступления НМА только в регламентированных видах учета. Какие-то операции нам отражают. Я по-прежнему в интерфейсе бухгалтерский налоговый учет, пункт меню документы, нематериальные активы, поступление НМА. Я создаю новый документ. В документе мы указываем организацию, которая приобретает нематериальный актив. Наша организация контрагента, у которого мы покупаем этот нематериальный актив. И договор. Вот с договором есть особенность. Договор должен быть с поставщиком. Вид договора с поставщиком. И введение взаиморасчетов должно быть по договору в целом. То есть не по заказам, не по счетам, а только по договору в целом. Давайте я сейчас отдельный договор создам. Такое. Приобретение товарного знака. Вид договора с поставщиком. Взаиморасчеты по договору в целом. На закладке «Нематериальный актив» в табличной части мы указываем, что приобретаем. При этом можно указать как «Нематериальный актив», так и «Расход на НЕОКР». В общем-то, ограничений здесь нет. Торговый знак. Пускай сумма у него будет 118 тысяч. Ставка НДС 18%. Счет учета 08.05. Счет НДС 19.02. Это у нас налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам. В налоговом учете, так же как и в бухгалтерском учете. На закладке «Дополнительно» можно указать входной номер и входную дату документа поставщика и ответственного. Счета учета расчетов. Здесь все просто. Счет учета расчетов с контрагентом. Счет учета расчета по авансам. Вот, собственно, вся информация, которую мы вводим в документ. Я провожу сейчас документ. Как видим, флажки только бухгалтерского и налогоучета. Флажка управленческого учета нет в принципе. Скажем, в бухгалтерском учете мы видим проводки, которые формируются. Дебет 08.05, крейт 60, дебет 19.02, крейт 60.01 на сумму НДС. По движениям регистров. Мы видим движение регистров учета НДС. У нас НДС предъявленный. НДС по основным средствам нематериальным активам. Движение регистров учета взаиморасчетов в бухгалтерском учете. То есть, расчеты по приобретению бухгалтерский учет, расчеты по приобретению организации. И запись в регистр сведений состояния НМА организации. Здесь у нас в этом регистре сведений измерения, то есть разрезы аналитики. Наш нематериальный актив, в данном случае торговый знак, организация и состояние. То есть, мы видим, что состояние нематериального актива поступил. Обратите внимание, отсутствует движение регистров взаиморасчеты и расчеты с контрагентами. То есть, в управленческом учете этот документ никаких операций нам не отразил. Вообще, надо сказать, что функционал подсистемы учета нематериальных активов и расходов НЕКР, он остался практически в том состоянии, в котором был в финальной версии УПП в редакции УПП 1.0. Это был август 2004 года. Очень мало поменялось в функционале учета НМА и расходов на НЕКР. И, в общем, конечно, эта подсистема нуждается в дополнительных каких-то работах. Тут, в общем, все кажется достаточно несложно. Но, тем не менее, какие-то, скажем, ошибки исправить уже давно пора. И какой-то функционал дописать очень-очень-очень требуется. В частности, скажем, мы не можем ввести на основании документа поступления НМА документов оплаты. Вот обычный такой функционал, который в других документах оприходования. Вот он, пожалуйста. Здесь такого нет. То, что этот документ отражает поступление в бухгалтерском налоговом учете, конечно, хорошо. Но то, что он не закрывает взаиморасчеты по управленческому учету, вот это неправильно. Потому что мы, когда выплачиваем какую-то сумму нашему поставщику, вот, скажем, вот эти же 118 тысяч рублей, у нас при проведении документа платежного учета денежных средств зафиксируется информация, в том числе и в регистрах взаиморасчета и расчеты с контрагентами. Документ поступления НМА игнорирует эту информацию, что никак на эти регистры не влияет. И для того, чтобы закрыть задолженность в управленческом учете, чтобы не было этой дебиторской задолженности, мы вынуждены списывать эту задолженность в управленческом учете. Давайте сейчас эту ситуацию промоделируем. Я оформляю документ платежный, скажем, платежное поручение исходящее. И я контрагенту база инвентарь сумму 118 тысяч рублей в рамках договора приобретения товарного знака сейчас оплачиваю. Вот сумма прошла. При проведении этого документа сформировались движения, в том числе и в регистре взаиморасчета и расчеты с контрагентами. То есть регистра управленческого учета. И у нас вот эта дебиторская задолженность теперь висит. На самом деле мы получили этот торговый знак у нас в бухгалтерском учете уже никто никому ничего не должен. А вот в управленческом учете осталась задолженность. Конечно, можно. Мы уже знаем, что есть возможность провести документ платежное поручение исходящее без отражения его в оперативном учете. Но это скорее неудобно, чем удобно. В общем, придется особо держать на контроле вот эти документы. И я бы не рекомендовал для того, чтобы не отражать в управленческом учете взаиморасчетов вот этот платеж, снимать флажок отражения в оперативном учете. Это неудобно. Все-таки значительно проще списать в управленческом учете эту задолженность. Это делается, в принципе, достаточно просто. Находится документ, корректировка долга. Вот он у нас документы, дополнительная корректировка долга. Я сейчас создаю новый документ. Вид операции списания задолженности. Мы хотим с контрагента поставщика базы инвентарь списать задолженность, дебитошку, причем только в управленческом учете. Я снимаю флажки бухгалтерского налогоучета и на закладке уменьшения долга, давайте я заполню остатками по взаиморасчетам, у меня по договору приобретения товарного знака есть какая-то задолженность. Я провожу документ. Вот этот документ сформировал мне сейчас расходное движение на сумму задолженности в управленческом учете нашего поставщика, как в регистре взаиморасчета, так и в регистре расчета с контрагентами. Вот таков документ поступления нематериальных активов и такие особенности работы с этим документом. Итак, еще раз. Документ проводится только в бухгалтерском налоговом учете. В реквизитах этого документа мы определяем организацию контрагента, договор, вид договора должен быть с поставщиком, введение взаиморасчетов по договору в целом. И различная дополнительная информация в реквизите комментарий. На закладках документа в табличной части закладки нематериальные активы мы указываем приобретаемый нематериальный актив, в принципе можно указать там и неукр. Определяем сумму НДС, счета учета в бухгалтерском налоговом учете, счет учета НДС. На закладке дополнительно вносим информацию о входящем номере и дате документа поставщика, указываем ответственно на закладке счета учета расчетов, счет учета расчетов с контрагентом и счет учета расчетов по авансам. При проведении документа поступление нематериальных активов формируют движение регистров состояния НМА организации, регистров учета НДС, предъявленный НДС по основным средствам нематериальным активам, регистр учета взаиморасчетов в бухгалтерском учете, расчеты по приобретению бухгалтерских учет и регистр сведений, расчеты по приобретению организации. Документ формирует проводки вида дебет 0805, кредит 60-го, может быть 76-го счета, а также дебет 1902, кредит 60-го или 76-го счета. Документ поступления нематериальных активов не формирует движений в регистрах управленческого учета взаиморасчетов, то есть в регистрах взаиморасчета с контрагентами и расчета с контрагентами. Документы учета денежных средств формируют задолженность в этих регистрах и для того, чтобы закрыть задолженность мы должны использовать документ корректировка долга. Этот документ будем проводить только в управленческом учете, выберем вид операции списания задолженности и на закладке уменьшения долга заполним нужную информацию, сумму на которую мы списываем задолженность в управленческом учете за поступившие нематериальные активы. Затраты на формирование первоначальной стоимости нематериальных активов и на расходы по НЕОКР фиксируются документами учета затрат. Это обычные документы, мы о них еще будем говорить очень подробно. Такие документы, как требование накладная, сдельный наряд, отражение зарплаты в учете, отчет производства за смену, уже знакомые нам документы, амортизация основных средств, погашение стоимости, документ поступления товаров и услуг в части, услуг сторонних организаций. Вот все эти документы фиксируют нужные нам затраты. Давайте мы сейчас рассмотрим небольшой пример. Я сейчас оформляю документ поступления товаров и услуг и в этом документе укажу услугу. Услугу сторонней организации, которую отнесу на, скажем, на расход по НЕОКР. На закладочке услуги документа, поступления товаров и услуг, я указываю какую-то работу, совершенно неважно какую, есть какие-то расходы на ремонт, что-то они отремонтировали и мы на, скажем, НЕОКР решили эту сумму отнести. Давайте так, 11800. Указываем, с чего здесь нужно начать, правильно начать, со статьи затрат. Указываем статью затрат и вот статья затрат у нас должна быть, сейчас я посмотрю, что-нибудь по НЕОКР у нас или по НЕОКР есть, кажется нет. Давайте создадим новую статью затрат, допустим, расходы на НЕОКР. Характер у этой статьи затрат должен быть не учитываем в управленческом учете. Ну, а все остальное может быть, любым затратам могут быть и материальными, и оплатой труда, и амортизацией, и вот как сейчас прочее, то есть что-то другое. Для налога учета это, допустим, НЕОКР. Вот такая вот статья затрат, я ее сейчас выбираю в документы поступления товаров и услуг. Указываю в качестве счета учета затрат 0,8 счет 0,8, 0,8, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ. Аналитика здесь, номенклатурная группа. Так, что непонятно, зачем здесь номенклатурная группа, ну пусть будут какие-то кефиварки. Подсказка заказ покупателя. Да, ну ладно. На самом деле указываем здесь расход на НЕОКР. Вот наш опытный образец. Счет учета НДС. 19,04 НДС. По приобретенным услугам. Проводим этот документ. Ну и вот чем он нам интересен. Это тем, что мы собрали затраты на счете 0,8, 0,8. Какую-то сумму затрат подбросили на этот счет. С точки зрения движения регистров. Каких-то особых движений регистров в данном случае у нас нет. То есть затраты на формирование первоначальной стоимости нематериальных активов, расходов на НЕОКР собираются у нас на счете 0,8, 0,5 для нематериальных активов и 0,8, 0,8. То есть только на плане счетов эти затраты есть. Ни в каких регистрах их нет. И мы с помощью документов учета затрат вот так вот эти затраты собираем. В УПП, еще раз подчеркну, нематериальные активы и расходы на НЕОКР не учитываются в управленческом учете. Ведется такой учет только в регламентированных видах учета. Поэтому мы, собирая затраты на НМА или НЕОКР, используем в такие затраты с характером не учитываемые в управленческом учете. Для учета затрат используем счета 0,8, 0,5 и 0,8, 0,8 для нематериальных активов и для расходов по НЕОКР соответственно. Для отражения факта принятия к бухгалтерскому налоговому учету нематериальных активов и расходов на НЕОКР, в УПП используется документ «Принятие к учету НМА». У этого документа два вида операции – «Принятие к учету нематериального актива» и «Принятие к учету результатов НЕОКР». В зависимости от того, что мы принимаем к учету, мы выбираем соответствующий вид операции. В зависимости от вида операции подставляется счета учета по умолчанию. Давайте мы сейчас примем к учету наш товарный знак и опытный образец. Документы, нематериальные активы, принятие к учету НМА. Я создаю новый документ. Здесь все очень индивидуально. То есть для каждого нематериального актива или расхода на НЕОКР мы создаем свой собственный документ «Принятие к учету НМА». Два вида операции у документа. Начнем с нематериального актива. Я сейчас выбираю нематериальный актив, торговый знак. Счет бухгалтерского учета подставился 0805. Это кредит счета. Отсюда будет списываться первоначальная стоимость вот этого нематериального актива. Параметры амортизации. Способ отражения расходов. Так же, как и в случае с основными средствами, мы из справочника «Способ отражения расходов» выбираем нужный нам элемент справочника. Допустим, у меня там есть станки универсальные. Сейчас не буду новый заводить. Способ отражения расходов выберу тот, который есть. Закладка «Бухгалтерский учет». Здесь мы указываем дебит счета, то есть, где будет учитываться принимаемый к учету нематериальный актив. Начисляем или нет амортизацию. Первоначальную стоимость. Вот я ее рассчитываю. 100 тысяч рублей на счете 0805 по этому нематериальному активу. Способ поступления в организацию. Мы его купили. Параметры амортизации. Срок полезного использования 100 месяцев. Способ начисления амортизации. Вот у нас три варианта. Линейный уменьшаемый остаток пропорционального объема продукции и работ. Допустим, линейный. Счет начисления амортизации. Вот здесь может быть либо 0,5, либо 0,4, 0,1. Пусть будет 0,5. Налоговый учет. Такую же информацию и для налогового учета заполняю. Я получаю первоначальную стоимость, в том числе получаю информацию по постоянным и временным разницам, если они есть. Указываю срок полезного использования. Указываю понижающий коэффициент. Если есть такое решение с понижающим коэффициентом. Начислять амортизацию, то вот здесь мы его можем указать. Счет начисления амортизации. Ну вот, собственно, все. Я сейчас этот документ провожу. Мы можем видеть проводку, которую сформировал документ по принятию к учету. Мы можем видеть движение регистров этого документа. Довольно много регистров. Кликнулось у нас на эту операцию. Примерно так же, как и в случае с основными средствами. Но все-таки, наверное, проще. Меньше записывается информация в разные регистры. Способ отражения расходов по амортизации, который мы задали. Счета налогового и бухгалтерского учета в разных регистрах, соответственно. Способ отражения расходов для бухгалтерского. Где-то там для налогового есть. Такая вот парная информация для разных видов учета. Счета налогового и счета бухгалтерского учета нематериальных активов. 1. Первоначальные сведения о НМА и НЕОКР в налоговом и бухгалтерском учете 2. Специальный коэффициент для амортизации НМА равен 1 3. Стоимость НМА в бухгалтерском и налоговом учете 4. Регистр НДС по основным средствам и материальным активам 4. Принят к учету этот объект 5. В регистре сведений о состоянии НМА организации 6. Состояние по нашему нематериальному активу 7. Принят к учету Давайте такой же документ создадим для расхода на НЕОКР 8. Вид операции принятия к учету результатов НЕОКР Название закладки поменялось Теперь мы видим это расходы на НЕОКР Выбираем наш опытный образец Счет бухгалтерского учета 0808 кредит Счет, а способ отражения расходов по амортизации Пускай те же станки будут Счет дебета проводки, которая будет сформирована 0402 Рассчитали стоимость расхода на НЕОКР Срок списания Допустим 50 месяцев Способ списания расходов для расходов на НЕОКР У нас либо линейный, либо пропорциональный объем продукции Работа услуг В налоговом учете делаем все то же самое Напомню, что способ списания расходов Способ начисления амортизации в налоговом учете Задается в настройках учетной политики организации Для расхода на НЕОКР ввели информацию Проводим документ В бухгалтерском налоговом учете проводится Формируется проводка 0402, 0808 Формируется движение регистров Итак Документ принятия к учету НМА Используется для принятия к учету нематериальных активов Расходов на НЕОКР Два вида операции Принимаем к учету нематериальные активы Или результаты НЕОКР На закладке нематериальный актив Или расходы на НЕОКР В зависимости от вида операции Название этой закладки разное Определяем объект учета Счета бухгалтерского и налогоучета Откуда списывается стоимость Счет кредита проводки Способ отражения расходов по амортизации На закладках бухгалтерский учет и налоговый учет Устанавливается информация о счете учета Принимаемого к учету объекта Счет дебета Признак начисления амортизации Первоначальная стоимость Способ поступления в организацию Срок полезного использования Способ начисления амортизации Это только для бухгалтерского учета Для налогового в настройках учетной политики Это все устанавливается Понижающий коэффициент А вот это уже только в налоговом учете Счет начисления амортизации Документ принятия к учету НМА проводится только в бухгалтерском и налоговом учете, формируя при этом движение регистров. Состояние НМА организации, первоначальное сведение о НМА и НЕОКР в бухгалтерском и налоговом учете, способы отражения расходов по амортизации НМА в бухгалтерском и налоговом учете, счета бухгалтерского учета нематериальных активов, счета налогового учета нематериальных активов, специальный коэффициент для амортизации НМА в налоговом учете, стоимость НМА в бухгалтерском и в налоговом учете, регистр НДС по основным средствам нематериальным активам. Формируется проводка дебет 0401 кредит 0805 или дебет 0402 кредит 0808, в зависимости от того, что мы принимаем к учету. Печатных форм у этого документа, к сожалению, нет. Амортизация нематериальных активов и расходов на НЕОКР. Итак, амортизация начисляется по установленным организациям нормам, исходя из стоимости нематериальных активов и сроков их полезного использования. Срок полезного использования – это период, в течение которого объект нематериальных активов приносит организацию доход. И этот срок определяется, исходя из срока действия патента, свидетельств и т.д., ожидаемого срока использования объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды или доход, количество продукции, ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. В случае, когда срок полезного использования определить невозможно, он признается равным для целей бухгалтерского учета 20 годам, для целей налога учета 10 годам, но не более срока деятельности организации. В налоговом учете по некоторым нематериальным активам срок полезного использования не может быть менее 2 лет. Такие нематериальные активы, как исключительное право на изобретение, промышленный образец, полезную модель, на использование программ для ВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, владение ноу-хау. Амортизация начисляется ежемесячно, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, заканчивая с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания объекта с учета. Для цели бухгалтерского учета используются три способа начисления амортизации – линейный, уменьшаемого остатка, списание стоимости пропорционально объему продукции или работ. Для целей налогообложения выбирается линейный или нелинейный способ. Методика расчета амортизационных отчислений по каждому из способов аналогично соответствующим способам расчета амортизации по основным средствам. Способы отражения амортизационных отчислений на счета бухгалтерского учета могут быть разными. Во-первых, можно отражать амортизационные отчисления путем накопления сумм амортизации на отдельном счете, на счете 0,5 амортизации нематериальных активов, а можно уменьшать первоначальную стоимость объекта на счете 0,4. Расчеты отражения в учете сумм амортизации на нематериальные активы и расходы на НЕКР выполняются в УПП-документом амортизации НМА. В этом документе указывается организация, ответственный комментарий, то есть документ регламентный, очень простой для пользователя. Я сейчас опять в программе документы, нематериальные активы, амортизация НМА. Я создаю сейчас новый документ. Как видите, мы определяем здесь организацию, ответственный некий произвольный комментарий. Обратите внимание, в этом документе у нас совершенно равные права управленческого учета есть. То есть появился флажок управленческого учета и мы можем установить этот флажок. Мы в управленческом учете не ведем учет нематериальных активов и расходов на НЕКР, но сумму амортизации, которая начислена в бухгалтерском учете, мы можем отнести на затраты управленческого учета тоже. И если мы так собираемся поступить, то устанавливаем флажочек управленческого учета в документе амортизации НМА. Ну, сейчас давайте, чтобы амортизация все-таки какая-то насчиталась, вот эти документы, которые у нас были, отнесем немножко в прошлое. То есть примем к учету наши нематериальные активы раньше, скажем, поступление НМА я на пару-тройку месяцев назад отброшу. Ну, например, в август, скажем, 8 августа поступление НМА. Так, счет фактуру что там. Давайте тоже дату поменяем на 8 августа. Так, дальше у нас был документ поступления товаров и услуг, которым мы затраты отражали на наш НЕОКР. Тоже этот документ отнесу в август, например, 22 августа. В счете фактуре тоже дату поменяю. Теперь документы принятия к учету нематериального актива, пускай будет 23 августа, а принятия к учету расхода на НЕОКР, например, 25 августа. Теперь вернемся к амортизации. Первый документ амортизации НМА я создам в августе, допустим, 31 августа. Там у нас еще не было, вернее, только приняты к учету в августе месяце нематериальные активы и документ ничего еще не сделал. Следующий документ амортизации НМА я провожу в сентябре. И вот здесь уже мы можем видеть сумму начисленной амортизации на расход по НЕОКРу и на нематериальный актив. И указанным способом эти суммы у нас отразились в учете. Это произошло и в бухгалтерском, и в налоговом учете, и в управленческом учете. Мы видим, что в регистре учет затрат управленческого учета в данном случае сформировались движения на сумму затрат. Здесь у нас в валюте управленческого учета суммы, и сумма затрат в управленческом учете определилась как равная сумме затрат по амортизации в бухгалтерском учете, пересчитанная в валюту управленческого учета, в валюту на последнюю дату месяца. У меня сейчас документ проведен 30 сентября, но даже если бы я его провел 29 или даже 1 сентября, это не важно. При определении суммы затрат в управленческом учете будет использован курс валюты на последний день месяца. Итак, документ амортизации нематериальных активов проводится во всех видах учета. В управленческом учете отражается на затратах суммы амортизации равная сумме амортизации в бухгалтерском учете, пересчитанная в валюту управленческого учета на последний день месяца. Аналитика затрат в управленческом учете используется так, которая определена в элементе справочника способа отражения расходов, который мы назначили для отражения амортизации в бухгалтерском учете. Документ амортизации НМА формирует движение регистров стоимость НМА в бухгалтерском учете, стоимость НМА в налоговом учете, фиксируется информация по суммам начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Стоимость НМА в бухгалтерском учете, начисленная сумма амортизации и в налоговом учете то же самое. В регистрах учета затрат, причем если мы работаем в расширенной аналитике, то это регистры учет затрат управленческого учета и учет затрат бухгалтерского и налогоучета. Если мы работаем в портенном учете, то это регистры незавершенной производства бухгалтерского учета, налогоучета, управленческого учета. Регистры затраты бухгалтерского учета, налогоучета, управленческого учета. Все зависит от того, как мы настроили отражение затрат по амортизации. Также документ формирует проводки вида дебет 20, 25, 26, 44, 90 счета и т.д. с кредита 0,5 или 0,4 счета. Для начисления амортизации нематериальных активов способом пропорциональный объем продукции и работ, мы с помощью документа выработка НМА фиксируем количество изготовленных изделий, объем продукции или работ. В документе указывается, какой объем выработки должен учитываться для расчета амортизации конкретного нематериального актива. Информация о документах записывается в регистр выработки НМА, документ проводок не формирует. Документ очень простой, давайте мы его сейчас посмотрим. Документы нематериальные активы, выработка НМА. В этом документе мы указываем объем работ для конкретного нематериального актива, который должен использоваться при расчете амортизации. Проводок он естественно не формирует, все что делает записывает информацию в регистр выработки НМА. Здесь все просто. Измерение одно единственное, нематериальный актив и в ресурсах. То количество, которое мы должны использовать для начисления амортизации. Ни проводок, ни печатных форм документа нет. Если есть необходимость как-то иначе отражать затраты по амортизации, мы используем документ изменения способов отражения расходов по амортизации НМА. И в этом документе перечисляем те нематериальные активы и расходы на НИОКР, по которым затраты по амортизации должны отражаться как-то иначе. И указываем новые способы отражения. Давайте мы сейчас найдем этот документ. Бухгалтерский налогоучет интерфейс. Документы нематериальные активы. Изменения способов отражения расходов по амортизации НМА. Я создаю новый документ и в этом документе мы в табличной части перечисляем нематериальные активы, для которых нужно изменить способ отражения, ну скажем наш торговый знак. И указываем способ отдельно для бухгалтерского и управленческого учета и отдельно для налогоучета. Для бухгалтерского и управленческого учета, допустим, я выбираю станки универсальные ОПР. Новый способ, а для налогоучета пускай остаются станки универсальные. Документ при проведении фиксирует информацию в двух регистрах. Способы отражения расходов по амортизации НМА – бухгалтерский учет и способы отражения расходов по амортизации НМА – налоговый учет. Проводок он естественно не формирует. Информация этого документа используется документом амортизации основных средств. Я сейчас вот этот документ проведу в октябре, скажем 3 октября. Изменение способа отражения расходов по амортизации. И создаю октябрьский документ амортизации НМА. Дату ставлю октябрьскую. Например, 31 октября. Провожу этот документ. И вот здесь обратите внимание на такой нюанс. Документ амортизации НМА использует информацию о способе отражения, который указан на начало месяца. Вот сейчас у меня по торговому знаку амортизация отражена на прямые затраты, на общепроизводственные расходы. То есть так, как мы указывали в способе отражения расходов станки универсальные. Если мы хотим, чтобы в октябре месяце затраты по амортизации НМА отражались как-то иначе, мы должны документ изменения способов отражения расходов по амортизации провести начало месяца. То есть указать не просто 1 октября, а вот 0 часов, 0 минут, 0 секунд. Вот именно в это время провести документ. Если мы так сделали, то документ амортизация нематериальных активов использует информацию о новом способе отражения расходов по амортизации. Ну а если время этого документа будет хотя бы на секунду больше, то будет использован старый способ отражения расходов по амортизации. Такой нюанс у нас здесь есть. Итак, документ изменения способов отражения расходов по амортизации меняет способ отражения отдельно для бухгалтерского и управленческого учета, отдельно для налогоучета. Документом амортизации НМА используется эта информация о способах отражения расходов по амортизации, и этот документ использует информацию на начало месяца. Документом изменения способов отражения расходов по амортизации фиксируется информация в регистрах способа отражения расходов по амортизации НМА отдельно для бухгалтерского и отдельно для налогоучета. Документ изменения понижающего коэффициента для расчета амортизации НМА в налоговом учете используется для изменения специального коэффициента начисления амортизации, чтобы поддержать требования пункта 10 ст. 259 НК РФ. С помощью этого документа мы на начало года можем установить новый понижающий коэффициент. Это делается только раз в году и только в начале налогового периода. Документ не формирует проводок, записывает информацию в регистр сведений специальный коэффициент для амортизации НМА налогового учета. Эта информация используется документом амортизации НМА при начислении амортизации на нематериальные активы в налоговом учете. Документы нематериальные активы изменения понижающего коэффициента для расчета амортизации НМА налогового учета. Здесь в принципе все просто. Если нужно для какого-то нематериального актива установить новый понижающий коэффициент, мы это делаем с помощью нехитрых манипуляций. Вот так это может выглядеть. Вот то, что сделал документ. Установил новый специальный коэффициент понижающий. Я его распроведу. Здесь все достаточно просто. Выбытие объектов нематериальных активов происходит в случаях списания объекта за непригодностью в связи с полной амортизацией и потерей доходных качеств. В этом случае основанием для списания являются акты передачи нематериальных активов, акты на списание нематериальных активов, протоколы собрания акционеров или участников совместной деятельности, приказы. В случае продажи нематериальных активов, в случае безвозмездной передачи нематериальных активов, внесения объекта НМА в счет вклада в уставный капитал другой организации, передача объектов нематериальных активов по договору Мены. При выбытии нематериальных активов в результате продажи, списания и безвозмездной передачи сумма накупленной амортизации списывается с кредита счета учета нематериальных активов в дебет счета амортизации НМА. В дебет счета прочих доходов и расходов списывается остаточная стоимость НМА, расходы, связанные с выбытием, сумма НДС по проданным и безвозмездно переданным объектам. Финансовый результат от выбытия нематериальных активов формируется на счете прибыли и убытков. Сумма до оценки переносится с добавочного капитала организации на счет учета нераспределенной прибыли и покрытого убытка организации. Документ списания нематериальных активов, списания НМА используется для отражения в обытии нематериального актива или результата НЕОКР в случае безвозмездной передачи, окончания срока действия и т.д. В этом документе мы выбираем списываемый объект, указываем счета учета и аналитику учета остаточной стоимости. Документ доначисляет амортизацию за последний месяц, вычисляет остаточную стоимость объекта и списывает ее на счета финансовых результатов, туда куда указали. Я сейчас по-прежнему в интерфейсе бухгалтерский налоговый учет, пункт меню документы, нематериальные активы, списание НМА. Создаю новый документ. В этом документе мы видим флажки всех трех видов учета, не только бухгалтерского налогового, но и управленческого учета. Управленческий учет здесь ради суммы амортизации за последний месяц, которую начислят документ списания НМА. И мы, отражая сумму амортизации за этот месяц, отразим ее не только в бухгалтерском налоговом, но и в управленческом учете, если установим флажочек управленческого учета. Мы предположим, что нематериальный актив, расход на НЕКР, опытный образец, по какой-то причине мы решили списать. Счет выбираем в бухгалтерском учете, дебет счета, куда будет списана остаточная стоимость нематериального актива в налоговом учете. Аналитика. На 91 счете у нас элементы справочника, прочие доходы и расходы. Давайте создадим новый элемент справочника. Скажем, доходы, расходы. Вот выбытие нематериальных активов и расходов на НЕКР. Вид прочих доходов, расходов выберем, скажем, доходы и расходы, связанные с реализацией нематериальных активов в налоговом учете. Принятие к налоговому учету ставим флажочек. Указали субконта, элемент справочника, прочие доходы и расходы. Ну, вот, собственно, и все. Проводим документ. Мы можем видеть, что документ начислил амортизацию за последний месяц. Кредит 0402, дебет 20-го, 25-го счета. То есть у нас расход на НЕКР уменьшается не на 0,5-м, собирается сумма амортизации, а уменьшается сумма на 0,402-м счете. И здесь поэтому нет проводки 0,4-го, 0,5-го счета. Если бы на 0,5-м счете собиралась амортизация, тогда остаточная стоимость вычислялась бы вот такой проводкой. Здесь сразу получилась остаточная стоимость на счете 0,4-0,2, и эта остаточная стоимость списалась в дебет счета того, который мы указали в документе списания НМА. Ну, понятно, что у нас есть движение регистров учета затрат и вообще обычные движения, те, которые формируются при начислении амортизации. Но кроме того, у нас есть еще запись, сформированная запись в регистр сведений состояния НМА организации. Списанный нематериальный актив переводится в состояние списан. Итак, документ доначисляет амортизацию за последний месяц, вычисляет остаточную стоимость объекта и материальных активов или расхода на НЕОКР и списывает ее туда, куда в документе указано. При проведении документ списания НМА формирует движение регистров состояния НМА организаций, регистров стоимость НМА бухгалтерский налоговый учет, сумму амортизации за последний месяц прописывают, отражает сумму начисленной амортизации в затратах управленческого учета, бухгалтерского налогового учета. Документ формирует движение регистров, учет затрат, если мы работаем в расширенной аналитике регистров, незавершенная производство затраты, если мы работаем в партийном учете. Документ формирует проводки дебет 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91 счета и так далее. С кредита 0,5 счета, если амортизацию мы собираем на 0,5 счете, или с кредита 0,4 счета, если амортизация отражается на 0,4 счете, то есть уменьшает сразу стоимость, остаточную стоимость нематериального актива или расхода на неокр. Если амортизация на 0,5 счете собирается, то формируется проводка дебет 0,5, кредит 0,4 счета, мы на 0,4 счете таким образом получаем остаточную стоимость списываемого объекта нематериального актива или расхода на неокр, и эта остаточная стоимость с кредита 0,4 списывается в дебет 91 счета. Вот собственно то, что делает документ списания НМА, печатной формы этот документ не имеет. Продажа нематериального актива или результата неокр фиксируется в ОПП документом передачи НМА. В документе указывается организация, контрагент, договор, причем договор должен быть с видом договора, вид договора с покупателем, и взаиморасчеты должны вестись по договору в целом. Не по заказам, не по счетам, а только по договору в целом. Указывается нематериальный актив или расход на неокр, сумма продажи, НДС продажи, счета учета доходов и расходов по реализации, счета расчетов с контрагентом. Причем все это указывается прямо на одной форме. Документ передачи НМА. Вот я сейчас создаю новый документ. Указываем организацию, соответственно контрагента, договор. Вот договор, который по умолчанию подставился, здесь быть не может, потому что договор должен быть с покупателем и введение взаиморасчетов по договору в целом. А договор, который по умолчанию продажа ТМЦ, он совсем не такой. Здесь взаиморасчеты ведутся по заказам. Поэтому нужен другой договор. Сейчас новый договор создам. Продажа НМА. Вид договора с покупателем, взаиморасчеты ведутся по договору в целом. Нематериальный актив, который мы продаем, указываем, либо расход на неокры, если он продается. Сумма продажи, предположим, 150 тысяч. Ставка НДС, сумма НДС. Указываем счета учета в бухгалтерском и налоговом учете, где отразятся доходы и расходы от этой операции. Доходы по кредиту 9101, в данном случае мы указываем в бухгалтерском учете по кредиту этого счета. Мы отразим выручку от продажи нематериального актива, а по дебету 91021, это у нас прочие расходы по деятельности необлагаемой ДНВД, мы отразим списание суммы остаточной стоимости нематериального актива или расхода на неокры продаваемого и суммы НДС, начисленную. Аналогично в налоговом учете указываем счета и субсчета учета доходов и расходов. Указываем аналитику, элемент справочника, прочие доходы и расходы. Указываем счета учета расчетов с покупателем, с контрагентом и по авансам. Вот, собственно, кажется, все указали. Теперь проводим документ. Вводим счет фактуру. Операция реализации проведена. Мы можем видеть по проводкам бухгалтерского учета операции, которые выполнил документ. Вот у нас начислена амортизация за последний месяц. Вот у нас рассчитана остаточная стоимость нематериального актива. Вот остаточная стоимость списана в дебет счета, который указан как счет учета расходов. В кредит счета, который указан как счет учета доходов, показана выручка от продажи нематериального актива. И мы видим отражение начисления НДС на эту операцию. В движениях регистров этого документа мы видим обычные движения, которые формируются при начислении амортизации на нематериальные активы. Мы видим здесь запись в регистре стоимость НМА, начислена амортизация. Ну и также мы видим списана и амортизация начислена, и первоначальная стоимость из этого регистра. То же самое у нас происходит в налоговом учете. В регистре состояния, в регистре сведений состояния НМА организации устанавливается состояние списан этому нематериальному активу. Мы видим движение регистров НДС начисленной, мы видим движение регистров учет затрат на затраты, отнесена сумма амортизации за последний месяц проданного нематериального актива. И мы совершенно не видим здесь движение регистров учета взаиморасчетов. Не только управленческого учета взаиморасчета с контрагентами, расчета с контрагентами, но также и регистров бухгалтерского учета. Хотя потенциально этот документ должен формировать движение в регистрах расчета по реализации бухгалтерских учетов, расчета по реализации организации. Но, к сожалению, он их не формирует. В принципе, ошибка эта достаточно давно была зафиксирована за документом. Но как-то не торопятся ее исправить. Итак, документ передачи нематериальных активов отражает факт продажи нематериального актива или расхода на НЕУКР. Этот документ начисляет амортизацию за последний месяц, вычисляет и списывает остаточную стоимость, отражает взаиморасчеты с контрагентом только в бухгалтерском учете и только на плане счетов. То есть мы, недостающие движения регистров в управленческом учете, взаиморасчеты с контрагентами, расчеты с контрагентами в бухгалтерском учете, недостающие движения регистров мы должны сформировать самостоятельно. При проведении документ-передачи НМА все-таки формирует движение регистров, состояние НМА, организация, стоимость НМА, бухгалтерского налогоучета, регистра НДС начисленные, регистров учета затрат, это разные регистры в расширенной аналитике в партийном учете. Но документ не фиксирует информацию в регистрах учетов взаиморасчетов и расчетов с контрагентами в управленческом учете, а также в регистрах учета реализации бухгалтерского учета. И соответственно нам нужны документы корректировка долга, корректировка записи регистров для того, чтобы нужное движение регистров сформировать. Документ при проведении формирует проводки начисления амортизации с кредита 0,5 счета или 0,4 счета в дебет 20, 23, 25 и так далее счетов. Если амортизация учитывается на 0,5 счете, то документ вычисляет остаточную стоимость проводка дебет 0,5, кредит 0,4 счета. Остаточная стоимость с кредита 0,4 счета списывается в 9,91 счета. Документ отражает выручку 9,62, кредит 91 счета и показывает начисление НДС 9,91 счета, кредит 6,802. Печатной формы у документа передачи НМА нет.